Всем мяса! С вами Павел Мясник. И если у вас не запускаются корсары, я вам покажу, что делать. Почему начинается с окна? Потому что, когда я открываю корсары, либо настройки по корсарам, чтобы дополнительную информацию сообщить, игра, точнее, запись у меня прерывается. Вот, смотрите, у вас вот на этом экране будет вылетать энжин, да? Ошибка с энжином. Это дело в файлах, в текстурах, именно связанных с океаном. Закрываем эту фигню, она нам не нужна. Как же все сделать, да? По-хорошему. Файл, а заходим в ресурсы, в текстуры, в погоду, в океан и в волны. Этот файл просто-напросто отсюда выносим, он потом все равно восстановится. Дело в том, что он какой-то каличный. Мы его полностью удаляем, он все равно здесь появится, я вам это покажу. Так, интернет шалит, извиняюсь. Вот, мы его удалили, все. А, ну сейчас я поставлю на паузу, потому что у меня может прерываться видео, если я его запущу. Все, на паузе отлично, видео не прерывается, нормально все. То есть мы удалили, и спокойно игра у вас работает точно так же без этого файла. Теперь отсюда опять же выходим. Так, видео хорошо, что не прерывалось, потому что в третий раз снимаю. Опять же заходим, ресурсы, текстуры, океан. Вот он, погода, океан, волны. Вот, видите, он восстанавливается, и все хорошо. Теперь он полностью исправлен. Теперь как же изменить одну фигнюшку? Сейчас я вам покажу. Нас интересуют настройки. Управление. Смотрите, видите, нельзя изменять интерфейс игры. Тут будет у вас по умолчанию стоять F2. И нельзя изменять бег, ну, увеличение скорости времени на R. Дело в том, что можно. Сейчас я вам покажу, как. Снова в расположение файла. На сей раз нас интересуют программы. Потом контроль. Сюда. Здесь, видите, я уже сменил. Тут у вас будет стоять по умолчанию клавиша KR. Вот эту строчку мы меняем на любую вашу клавишу. Отлично. Теперь как же сменить интерфейс? Ищем здесь интерфейс. Находим вот эту строчку. Тут у вас будет написано VK F2. Меняем на любое вам удобное значение. В данном случае у меня K-E стоит. Теперь показываю, что изменилось. Ну, именно со скоростью времени. То есть, смотрите. Если я ускоряюсь с помощью R, и не меняю никаких значений, персонаж может вот так супер быстро бежать. Тогда это бывает неудобно. Конечно, вы можете просто нажать один раз R, и как бы двигаться по времени уже быстрее, да? Вот, например. Или нажать L, который я назначил. И вот он будет стандартно вот так бежать. То есть, без каких-либо ускорений, даже если я, скажем, зажму ее. То есть, вот оптимальная скорость персонажа. А если нажать R, то есть, видите, он сразу ускоряется, и вы просто уже теряетесь с вашей локацией. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр. Если кому-то я помог... Да, кстати, когда вы меняете клавиши, на R теперь просто она не нажимается. То есть, надо обязательно зажимать. А раньше можно было просто нажать, и все. И он бы бегал вот так вот, как на L. Вот такой бы бег был. То есть, если я на L нажал, видите, вот такой бег. На R теперь оно не действует. То есть, если я R случайно нажму, он будет сразу так телепортироваться. И надо зажимать. То есть, ну, если кому помог, можете поставить лайк. А вам всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. И да пребудь свое мясо.